Точность действий. Что это такое? И почему она является обязательным условием достижения вашей цели? И как именно точность действий делает человека профессионалом? Здравствуйте! Приветствую вас в нашей виртуальной кофейне. И сегодня я отвечу на вопрос Натальи, которая сдала его в комментарии. Любимая Ада, услышала в одном из ваших эфиров такую мысль, что для достижения желаемого необходимы точные действия. Что вы считаете точными действиями на пути достижения мечты, цели или максимального результата? Часто в жизни приходится совершать много разных порой хаотичных действий, зачастую в стрессе, чтобы пробиться к желаемому. И заканчивать Наталья вопросом. Как понять, почувствовать, что это конкретное действие будет точным, верным и корректным? С большим уважением, Наталья. Спасибо за вопрос. И давайте разберемся. Прежде всего, точные действия невозможны без того, чтобы определить, а какой конечный результат вам нужен. И вы заметили, наверное, что я всегда начинаю именно с этого. Нет возможности определить или совершить точное действие, если конкретики того, что вы хотите получить, у вас нет. И, казалось бы, это понятно и даже банально, но вы будете удивлены, как мало людей знают действительно, чего они хотят, понимают, какой в итоге результат их порадует. Поэтому начинаем с первого, самого главного шага. Вы определяете, что вы хотите получить в итоге. Следующее очень важное условие — это наличие у вас знаний или опыта, который дал вам понимание вещей. Я приведу очень простой пример для иллюстрации. Как правило, на очень простых примерах мы понимаем тему намного лучше. Представьте, что вам хочется пить. И я уверена, что вы довольно быстро найдете точные действия, которые приведут вас к результату. То есть вы утолите свою жажду. И вне зависимости от того, где вы находитесь, вы найдете возможность выпить. То есть вы пойдете на кухню, откроете холодильник или кран, вы зайдете в магазин, найдете бутылку воды. Очень вряд ли, что ваши действия будут неточными. То есть, скорее всего, вы не купите журнал о воде. Или вы не позвоните другу, поговорите о своей жажде и о воде. Скорее всего, вы не купите морковь, чтобы выжать из нее воду или сок. Хотя это тоже может утолить жажду, но это будет не очень простой для вас путь, который отдалит вас от результата. Казалось бы, очень простой пример. Но почему вы так легко можете сориентироваться в ситуации, когда вам нужно решить эту проблему? И ваши действия становятся очень четкими и точными. Потому что вас научили. Вы видели рядом с собой примеры того, как это можно сделать. Вы видели своих близких и других людей, которые умели утолить свою жажду и, простите, не засохли. Поэтому и вы сегодня обладаете этим простым навыком. Но не все ситуации в жизни настолько просты. И, конечно, все зависит от контекста, потому что найти воду в пустыне намного сложнее, чем найти ее у себя дома. Давайте перейдем на другой пример, более сложный. Человек хочет похудеть или сбросить свой вес или стать стройнее. Хотя вы заметили, это разные цели. И нужно знать, что конкретно вы хотите. И человек нередко совершает уйму неведущих к цели действий, если вообще что-то совершает. И человек думает, а если я сегодня в обед не поем, придет ли это меня к цели? А если я пойду в спортзал и побегаю час на дорожке, приведет ли это меня к цели? И, как вы понимаете, здесь ответ всегда зависит от того, во-первых, какая у человека цель быть голодным и не поесть в обед или перейти на двухразовое питание в сутки. Это одна цель. И второе, насколько часто или насколько постоянно, регулярно он готов выполнять это действие. Ну, например, бегать на беговой дорожке. Как таковой пропущенный обед не приведет человека к результату. Как таковая пробежка на дорожке не приведет человека к результату. И все-таки эти действия могли бы, как вы понимаете, быть целевыми. Другой вопрос. А приведет ли человека прочтение книги о, предположим, правильном питании или правильных занятиях тренировками к цели? Вполне может быть. Но, как вы понимаете, результат зависит не от прочтения книги, а от того, что из этой книги человек протестирует, применит и замерит результат. Интересный вопрос. Почему налить себе воды просто, а вот похудеть намного сложнее? Потому что у человека недостает опыта и недостает знаний в этой сфере. И, конечно же, как вы понимаете, могут быть другие вторичные выгоды, почему он этого не делает. Но психологический момент мы оставим в покое и перейдем к конкретным действиям, к целевым действиям. Так вот, если у вас нет знания, ну, например, потому что вы перед собой не видели повторяющиеся примеры того, как человек либо поддерживал себя в замечательной физической форме, правильно питался или терял вес благополучно, надолго, с результатом, который его выстраивал. Если таких примеров нет, то их нужно найти. Таким образом, вы прикасаетесь к тем знаниям, которых у вас сегодня нет. Но прикоснуться к знаниям дает вам потенциал каких-то перемен, но не саму перемену. Поэтому вы берете знания, и что вы делаете дальше? Вы, возможно, сравнивая, сопоставляя несколько источников информации, вы для себя выбираете свой. Следующий шаг — свой подход, если хотите, или, как минимум, со временем у вас формируется ваше собственное понимание, что для вас работает, что нет. И здесь главное не выбирать изюм из булочек, а понимать, что действительно ведет вас к результату, я так подозреваю, к долгосрочному результату. И для того, чтобы каждый день повышать свою точность, точность ваших действий, вы должны, во-первых, понимать, к какой цели вы стремитесь, вы должны осознавать, довольно объективно оценивать, достаточно ли у вас знаний или опыта, или даже достаточно ли ваше мышление сегодня позволяет вам решить эту проблему эффективно. И третье — вы должны быть готовы смотреть на результат объективно и понимать, что работает, что нет, если необходимо, менять свой подход, менять свои действия. И, конечно же, важна обычная адекватность и понимание того, когда вы можете ожидать результат. Человек, который сегодня позанимался в спортзале и не увидел вечером в зеркале результат, он, скорее всего, не сделает вывод, что это не работает. Хотя очень многие люди так или иначе, как это ни удивительно, не видя моментального результата, начинают читать, что это бесполезно, для них это не работает или они не справились. Итак, адекватность, настойчивость и готовность тестировать. Тестировать свои гипотезы, прислушиваться к тем людям, которые, внимание, имеют результат, который вы хотите, потому что прислушиваться к тем, кто рассуждает теоретически и никоим образом этого самого результата себе не позволил и его не достиг — это абсолютно бесполезное, даже вредное занятие. Субтитры создавал DimaTorzok Так и напрашивается определение, что точное действие — это действие, которое ведет вас к результату. Но это не совсем так, потому что какое-то ваше действие может напрямую не вести вас к результату, но дать вам больше опыта, больше понимания, и в силу этого ваше завтрашнее действие будет более точным. И профессионализм человека, и благополучие, успешность, подлинная успешность человека, она, конечно же, определяется точностью его действий, и никогда у вас не будет стопроцентной точности действий. Этого и не требуется. Дело в том, что когда вы можете важные действия оттачивать и совершать с максимальной точностью, вы обеспечиваете себе результаты, которые вам необходимы. Эту тему можно раскрывать и дальше, и взять разные сферы, разные жизненные ситуации, но всегда помните, что вам необходимо оценивать, насколько вы обладаете информацией, которая позволит вам сделать точное действие. Например, руководитель, который хочет, чтобы его подчиненные слушались, пытается быть добрым, пытается быть милым. Приведет ли это его к тому результату, который он хочет? Он должен для начала понять, приводила ли такая позиция его раньше к желаемому результату. Посмотреть вокруг, внимательно посмотреть и спросить себя, является ли доброта или задабривание сотрудников гарантией, что они начнут делать то, что вы хотите. И вы знаете, здесь разные люди ответят по-разному. Но тот человек, у которого есть результаты в этой сфере, скорее всего, вам даст более точный, более конкретный, более правильный ответ. Поэтому всегда присматривайтесь к тем людям, к тому, как они себя ведут, к тому, как они мыслят, к тому, какие действия они совершают, чтобы для себя определить, что приведет вас к точному действию. Когда женщина говорит «я хочу выйти замуж», поэтому мне нужно совершить целевое действие, нужно как можно скорее съехаться с этим молодым человеком. Если бы мы имели перед собой какую-то аудиторию и опросили ее, то часть аудитории сказала бы, что это действительно вполне себе точное действие. Почему нет? Оно ведет ее к цели. Ну, а часть, конечно же, не согласилась бы. Какой правильный ответ? Все зависит от контекста. Само по себе целевое действие, как правило, не может быть оторвано или вырвано из контекста. Я думаю, первый вопрос, который должна себе задать такая женщина, это вообще «с этим ли бойфрендом я хочу эту самую семью». Второе. Какие еще знаки сейчас есть, что этот человек вообще собирается, планирует семью или семью со мной? Понимаете, к чему я веду? Итак, делаем вывод, что любое действие, любое решение должны быть рассмотрены в определенном контексте и не могут быть из него вырваны. А как понять, что вы делаете правильные действия, принимаете целевые решения? Как это понять, ощутить? Лучший показатель — это результат. Видите ли вы действительное продвижение к вашей цели? Любую сферу вашей жизни возьмите и поймите, что может замерить движение к вашему результату. Если это здоровье, то показатели вашего здоровья. Если это вес, то показатели вашего веса, вашего самочувствия, вашего внешнего вида. Если это отношения, то тоже для вас должны быть определенные показатели. И, как правило, это комфорт, удовольствие, ощущение, которое вы хотите в этих отношениях получать, уважение — все, что идет дальше по списку, важно именно для вас. Видите ли вы, что это укрепляется, усиливается или все-таки нет? Если ваша цель лежит в сфере финансов или карьерного роста — замерьте, здесь, как правило, еще проще замерить. Увеличиваются ли ваши доходы, увеличивается ли, не знаю, количество источника вашего дохода в зависимости от того, какая у вас цель. Если это карьерный рост, насколько вы чувствуете себя более профессиональным, насколько вы более эффективны, какая обратная связь поступает к вам от ваших клиентов, от ваших руководителей, есть и другие вещи, которые вам подскажут. Ну, например, ваша должность, звание, выигранный конкурс, полученная премия. Смотрите на факты. Довольны ли вы своим прогрессом? Именно прогрессом. И, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, подведем черту, что точность ваших действий будет расти по мере вашего опыта и способности анализировать ваш опыт, анализировать и делать выводы. Точность ваших действий не обязательно измеряется тем, насколько безошибочно вы что-то делаете. Она измеряется тем, насколько быстро вы можете протестировать, что что-то вам не подходит, что что-то не работает, и перейти к следующей опции. И вашей способностью искать и находить информацию, качественную информацию, которую вы максимально быстро в ближайшем времени для себя примените. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам больших успехов в покорении ваших вершин. Помните, что ответы есть. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok